Добрый день! Сегодня в гостях программы люди. Замечательный доктор, руководитель клиники аюрведы 192 Виктор Мацишин. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Ну, насколько я знаю, вы и по образованию традиционному врач. И как вот вы привлеклись к аюрведе, к знаниям которым уже тысячи лет, которые, ну, на самом деле, при нынешнем прогрессе медицины и медицинской техники, мне кажется, многим кажется, мне так не кажется, но оно должно было уйти в историю. Чем вас привлекла аюрведа? Ну да, как мы понимаем, вот сегодня все-таки в современной медицине доминирует аспект такое, скажем, лечение или, скажем, подход больше к симптоматическому лечению, то есть не в корень. И аюрведа как раз помогла мне вот решить этот момент самый главный. То есть, с одной стороны, я получил достаточно системный подход, который, неважно, что состоит из каких-то очень сложных даже методов лечения, а из достаточно нам знакомых, даже простых. Вот. Но когда это имеет определенную системность, последовательность, то я увидел сразу эффективность этого метода. С другой стороны, аюрведа, аюрведа, кроме влияния на тело, то есть на физический аспект человека, также имеет уникальные технологии для развития или расширения сознания. Но именно в медицинском аспекте техника, которую я использую касательно этого направления, это трансцендентальная медитация Махариши, помогает достичь уникального состояния расслабления. То есть, даже научно доказано, что это расслабление в два-три раза глубже, чем расслабление во время глубокого сна. Ну а, как мы понимаем, сегодня большинство людей страдает усталостью, да? То есть, стресс, накопившиеся проблемы, они человеку как бы создают очень много препятствий в жизни, но и в теле соответственно. То есть, создаются блоки в каналах, начинает нарушаться система микроциркуляции, ткани начинают получать меньше питательных веществ. Как результат, возникает заболевание. И поэтому мой практический опыт показывает, что пока человек не получит достаточно глубокого расслабления, то даже самые хорошие методы лечения не дают желательных эффектов. И вот этот как раз симбиоз подхода к телу, который в аюрведе развит до какого-то совершенства, потому что даже если мы понимаем, что технологии, которым больше пяти тысяч лет описано, только описано те источники, от которых мы отталкиваемся, плюс научное подтверждение, которые сегодня мы имеем в современном мире, то есть новые методы исследования, более совершенные методы, компьютеризированная обработка, которая тоже на высоком уровне, подтверждает их эффективность даже по сравнению, например, с достаточно эффективными до этого считаемыми методами. И вот этот симбиоз, подход к уму и подход к телу, я думаю, делает аюрведу такой несокрушимым подходом в медицине. Ну, о чем, в принципе, даже Всемирная организация здравоохранения, она тоже признает аюрведу как альтернативную систему медицины. То есть я понял, если человек будет находиться в стрессе, в беспокойстве, в усталости, в страхах, то счастливым ему не бывает. Конечно. То есть вот, к примеру, пришел человек и говорит, у меня болит голова. Ну смотришь и понимаешь, что что-то там где-то еще сидит. Ну и начинаешь спрашивать, когда заболела голова. Он говорит, ну вот у меня были там какие-то проблемы. И вот здесь уже как бы возникает субъективизм. То есть уже мы на МРТ, например, не увидим тот пережитый страх. Мы анализами тоже не поймем, что у человека там присутствует какой-то пережитый эпизод в жизни. Мы можем как бы найти, что там где-то какие-то есть изменения в теле. Но их недостаточно, чтобы поставить тот же диагноз. Ну и соответственно назначить какое-то лечение. Поэтому здесь как бы медицина может использовать только симптоматический подход. То есть назначить, ну к примеру, обезболивающие препараты. Но вот эта проблема, которая послужила толчком, какой-то пережитый страх, ну или там какая-то проблема в жизни, или усталость. К примеру, человек пошел на новую работу, старался как-то себя проявить. Он мало отдыхал. И потом, как результат, через полгода он потерял даже интерес уже вообще ходить на работу. Потому что он восстановиться не может. Вот эта усталость, стрессы, оно накапливается и собирается где-то глубоко в подсознании. Об этом никто не может достаточно объективно дать какую-то оценку. Ну и соответственно технологии, которые сегодня даже для этого используют, там есть психология, психиатрия, они тоже не дают достаточно полного решения этого вопроса. И как раз избавиться от этой накопившейся усталости, от этого глубокого стресса, может нам помочь только глубокое расслабление. Именно расслабление – это единственное, что помогает человеку от этого избавиться. Тогда возникает вопрос, неужели все в природе или в человеческой жизни так плохо? Природа нам, конечно же, дала сон. Это единственное время, когда человек может лезть, закрыть глаза. И в этом состоянии он куда-то уходит. То есть мы исчезаем сами для себя. Но когда мы потом находим себя, то есть просыпаясь утром, мы чувствуем себя более свежее. То есть мы чувствуем, как вроде какая-то вчерашняя усталость ушла. Но если стресс был слишком силен, то мы его влияние чувствуем и в последующие дни. И вот это как ком начинает накапливаться, накапливаться и накапливаться. И в конце концов, конечно же, возникают достаточно серьезные проблемы. Конечно же, вот эта техника, о которой я уже упоминал, транссанитальная медитация объективно на сегодня доказана, позволяет нам решить этот вопрос на фундаментальном уровне. Благодаря тому, что когда во время этой медитации умственная активность начинает утончаться, умственная активность, утончаясь, тянет за собой тело. И вот тело достигает в этом состоянии уникального состояния расслабления, благодаря чему растворяются глубоко укорененные стрессы. И когда человек выходит после медитации, он чувствует прилив энергии, бодрости. И даже когда его беспокоили какие-то проблемы в обычной жизни, он наблюдает, что с практикой эти проблемы становятся все меньше и меньше. И со временем он даже о них забывает. И когда даже бывает, ему кто-то вспоминает, ой, ты там, например, болел, какие-то у тебя были частые боли, и они там собираются каким-то... А он говорит, да, когда-то было, а когда же это было? То есть даже такие вещи бывают. Поэтому, конечно же, решить проблему со стрессом, с напряжением, с усталостью, я считаю, что это очень важная задача и очень важно на сегодня использовать очень правильные технологии. То есть технологии, которые просты в принципе должны быть. Они должны быть изучены. То есть мы все-таки, я как врач, должен иметь какую-то поддержку, даже объясняя человеку, пациенту, что ему именно это надо, я должен подтверждать это научными исследованиями, так как и лекарства. То есть если приходит к нам пациент, и мы даем ему лекарства, то я не просто ему даю, потому что мне понравился человек, который мне принес или посоветовал назначить. Я, конечно же, должен для этого понимать, что есть научные исследования, оно как бы опробировано. И вот касательно вот этой техники медитации я имею такую поддержку. То есть есть научные исследования. И даже на сегодняшний день Американская ассоциация кардиологов, ну, можно сказать, ассоциация, которая очень авторитетна и консервативна, и достаточно, ну, скажем так, скептична в отношении похожих вещей, как вот медитация, например, или какие-то другие такие подходы. Она сегодня вот на протяжении последних десяти, даже пятнадцати лет проводившая и наблюдавшая за исследованиями, которые проводились во всем мире, касательно именно этой медитации, дала полную поддержку и присвоила этой технике специальную градацию, даже это называется B2, то есть это специальная категория, которая позволяет эту медитацию использовать в врачебной практике для лечения гипертонии. Но, как вы понимаете, гипертония сегодня – это такой диагноз или заболевание неизлечимое. То есть врачи сегодня, назначая лекарства, фактически дальше человеку только единственное, что обещает, что ему теперь надо это будет делать всю жизнь. Так вот, благодаря этой медитации, наблюдения, исследования и даже моя личная практика показывают, что люди постепенно снижают дозу медикаментов, которые они использовали, постепенно уменьшают количество медикаментов и со временем полностью уходят от использования этих лекарств. Мы в жизни постоянно находимся под влиянием потока информации. Эта информация через все органы чувств в нас приходит. Мы видим очень много разных вещей, которые нам бывают привлекательными, менее привлекательными. Бывают, наоборот, вызывают у нас какое-то чувство отвращения. Они все дают отпечаток в нашей нервной системе. Запас вот этот по границе, где нервная система готова, как сказать, сбалансирована, то есть принять влияние и как-то адекватно на него ответить, разный у каждого человека. Если недостаточный запас прочности вот эта граница, то влияние может так повлиять, что вызвать отпечаток, который потом может вызвать какой-то как бы блок в нервной системе. Таким образом, органы чувств или каналы восприятия, они при избыточном потоке информации начинают сами по себе немножко меняться. То есть, когда нам слишком много говорят даже интересных вещей, на каком-то этапе нам очень интересно, но потом мы устаем. И наш перегрузка, то есть мы как говорим, я не могу уже переварить, что ты говоришь. Очень правильное выражение, потому что переваривание это как раз здесь и присутствует, хотя какое значение имеет переваривание информации с перевариванием, о котором мы чаще всего думаем, когда говорим о еде. Поэтому аюрведа здесь точно так же дает очень глубокое понимание, как правильно поддерживать органы чувств, как правильно ухаживать за органами чувств. И тем самым, когда человек получает вот эту информацию или пищу из всех каналов, пища эта должна правильно перевариваясь, потом создать базу человеку, чтобы он, выходя в активность, использовал то, что он получил, и от этого зависит его эволюция, то есть его судьба, скажем, его поступки, действия. И мало очень рассматривать только о еде как о пище, которую мы употребляем через рот. Хотя здесь хотелось бы тоже особо подметить, что вот почему я сейчас бы хотел даже, может, в такой вводной, скажем, части об этом поговорить, потому что очень часто сегодня люди приходят, ну, к примеру, которые тяжело могут, ну, говорят, хотелось бы меньше кушать, к примеру, да. Но как это сделать? То есть контролировать себя – это не метод. То есть это не самое лучшее, что мы, к примеру, можем посоветовать человеку. А вот, к примеру, часто человек в желании поесть, то есть вот этим чувством голода переедает. Но почему это происходит? А чаще всего это происходит, к сожалению, вечером, когда, наоборот, мы должны съедать меньше еды, потому что вечером пищеварение начинает становиться более спокойным и организм готовится ко сну. То вот я хочу сразу открыть такой маленький секрет, что человеку, скорее, в это время не столько нужна еда в желудке, сколько вкусы здесь. То есть нервная система требует вкусов, потому что она питается именно вкусами. И, наверное, каждый, ну, бывало, кто готовил, или, к примеру, женщины, они чаще готовят еду, мужчины, может, реже, ну, у каждого по-разному. Но я, к примеру, люблю готовить еду, и я знаю такой момент, что когда вот готовишь, и через какое-то время, когда уже вроде еда вся готова, подаешь на стол, и хотелось бы даже сесть совсем, вроде кушать не хочется. Отчего? То есть когда мы готовим еду, и вот очень важно каждому человеку уметь что-то себе приготовить, вы как бы насыщаете каналы вот эти зрения, слуха, нюха, тактильная чувствительность, когда вы еду эту держите в руках, насыщаете их, и уже когда приходит момент поедания, это как бы квинтэссенция, вам надо минимум пищи, и в этой еде вы просто воспринимаете именно важные вкусы. И эти вкусы питают мозг. Важно очень спокойно кушать, очень важно пережевывать еду, потому что пережевывая пищу, мы тем самым способствуем каналам восприятия, то есть вот как раз вкусовым рецепторам на языке, потому что в желудке нет вкусовых рецепторов. Именно вот эти вкусы, они питают мозг, питают нервную систему. И вот это удовлетворение от еды мы как раз получаем, когда мы кушаем медленно. И еще хорошее удовлетворение, очень приятное чувство, когда мы покушав, чувствуем легкость в животе и сытость в голове. Вот это как раз и есть цель, как правильно научиться кушать с позиции аюрведы. Замечательно. А вот что бы Вы посоветовали человеку, который вот только начинает знакомиться с аюрведой, для него это вообще новое слово, но он хочет изменить. Он видит, что его настоящее питание и образ жизни не приносят ему состояния счастья. Аюрведа, кстати, она обещает счастье? Конечно. Вы знаете, человек, который стремится к долгой и счастливой жизни, для осуществления дхарма, артха, кама и мокша, он должен изучать аюрведу. То есть как раз аюрведа обещает человеку долгую и счастливую жизнь, но человек, он в жизни должен понимать, что он должен себя найти. Это дхарма, да, призвание. Артха – это получение плодов, которые очень важны человеку и для общества. Кама – это осуществление желаний, которые возникают в жизни человека, и мокша – это прийти к просветлению, то есть к пониманию жизни, пониманию истинного Я. И вот тогда человек получит полное счастье. И из практических моментов… Вы знаете, аюрведа – это не знание из книг, это не знание из Индии. Современные исследования ученых, вот Тони Нейдер, он показал, что вся ведическая литература на самом деле скрыта в физиологии человека. Полное отражение всей ведической литературы, всех сорока аспектов ведической литературы, они полностью присутствуют в физиологии человека. Аюрведа – это подразделение адхарва-веды. И если, к примеру, человек начинает изучать себя, наблюдать за собой, искать в себе решения, то он спонтанно начинает чувствовать, как аюрведа приходит к нему в жизнь. То есть это не знание откуда-то. Вот это очень важно понимать. И первое, конечно же, что важно, я считаю, что, возможно, более практично было бы прийти на консультацию, то есть чтобы человек получил какие-то первичные вводные. Во-первых, ему сказать, что вам не надо себе ничего запрещать. И даже если вы понимаете, что еда какая-то не очень полезная, то вам надо для себя задать вопрос, а что в этой еде меня привлекает? И если есть что-то, что его привлекает, он должен попробовать и пронаблюдать, а что там есть такое, что на самом деле ему очень важно. И вот с таких привычек, которые будут формироваться, человек постепенно уйдет от вредных привычек и придет к полезным привычкам. И когда у него полезные привычки начнут доминировать, то жизнь человека начнет приобретать вот эти качества, к которым мы все стремимся, то есть к полной целостной жизни, полностью гармоничной жизни. Спасибо. На самом деле мы для того и встретились, и будем сотрудничать для того, чтобы как можно более широкому числу зрителей донести вот всю пользу, красоту, глубину аюрведы. И, дорогие зрители, мы постараемся сделать это понятно, доступно, интересно. Спасибо вам. Спасибо. Джай, Города. Джай. Игра. С经 gez